Чем полезна хромая утка В мире 18 июня 5 Чем полезна хромая утка Соединенное Королевство и Россия рассматривают возможность проведения встречи Мэй и Путина с целью смягчить отношения Великобритания и Россия рассматривают целый ряд возможностей для налаживания отношений В том числе не исключается проведение встречи Путина и Мэй на полях саммита лидеров стран Большой Двадцатки Который пройдет в Японии в конце июня Об этом пишет британская Гардиан Первая встреча лидеров двух стран может состояться только при условии, что обе стороны будут уверены в ее продуктивности После отравления Скрипали прошло больше года, однако препятствия для совершения ключевого дипломатического шага до сих пор сохраняются Если встреча Владимира Путина и Терезы Мэй состоится, она станет первой встречей такого высокого уровня после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Которое произошло в английском городе Салсбери в марте 2018 года Тот эпизод стал причиной высылки 23 российских дипломатов из Соединенного Королевства, за которым последовала высылка такого же числа британских дипломатов из России Высылка британских дипломатов из России оказала крайне негативное воздействие на способность Соединенного Королевства анализировать действия России изнутри Москва также закрыла отделение Британского Совета и Консульства Великобритании в Санкт-Петербурге Первая встреча лидеров двух стран может состояться только при условии, что обе стороны будут уверены в ее продуктивности и можно будет обозначить общую повестку Кроме того, существует вероятность того, что Путин предпочтет наладить отношения с Соединенным Королевством уже после прихода нового премьер-министра Борис Джонсон, главный претендент на должность премьер-министра от Консервативной партии, резко критиковал действия России в Сирии Будучи еще министром иностранных дел Соединенного Королевства Однако в декабре 2017 года, то есть до отравления Скрипалей, он ездил в Москву, чтобы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Саммит Большой Двадцатки, который пройдет в японском городе Усака 28-29 июня, вероятнее всего, станет последним саммитом для Мэй как для премьер-министра Великобритании Путин и Мэй коротко побеседовали во время саммита Большой Двадцатки в ноябре 2018 года Мало кто ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность за отравление Скрипалей или допустит экстрадицию двух агентов ГРУ, чтобы их можно было судить в Соединенном Королевстве Министерству иностранных дел и разведывательным агентствам Соединенного Королевства придется решить, нужно ли будет добиваться от России каких-либо заявлений о том, что подобные эпизоды не дадутся. Должны повториться, и будет ли заявлений достаточно для того, чтобы в отношениях между двумя странами началась оттепель. Великобритания должна быть уверена, что Россия сделала правильные выводы из эпизода со Скрипалями. Соединенное Королевство убеждено, что именно российские власти несут ответственность за отравление Скрипалей, и доказательством тому служит информация, предоставленная правительственным центром исследования химического оружия в Портон-Даун. По данным власти и Великобритании, два агента российских спецслужб были в Солсбери в момент покушения на Скрипалей, а затем эти двое дали интервью на телевидении, чтобы объяснить, что они приехали в этот город как обычные туристы. Многие в России подсчитали такое объяснение нелепым, отметив, что оно поставило Путина в крайне неудобное положение. Мэй заявила, что операцию по отравлению Скрипалей провели агенты ГРУ и что та операция практически наверняка получила одобрение в верхних эшелонах российского государства. Тем не менее британскую сторону заинтриговали недавние публичные комментарии Путина, который попытался дистанцировать российский политический класс от действий этого разведывательного агентства. «Надо в конце концов перевернуть эту страницу, связанную со шпионами и с покушениями», — сказал недавно Путин, выступая на полях экономического форума в Санкт-Петербурге. Он назвал Скрипаля бывшего полковника российской военной разведки, который выдал десятки российских агентов британской службе MI6 шпионом Лондона. «Это же ваш агент, а не наш, значит, вы против нас ошпионили, а что с ним дальше происходило мне трудно сказать, но надо все забыть в конце концов», — сказал он. Он добавил, что глобальные вопросы, связанные с общенациональными интересами в сфере экономики, в социальной сфере, в безопасности важнее, чем игры специальных служб. Российский президент также упомянул о своей недавней встрече с представителями британского сообщества, назвав ее очень хорошей. «У нас британских инвестиций 22 миллиарда долларов, люди хотят чувствовать себя в безопасности, и они заинтересованы в том, чтобы наши отношения вышли в позитив. Мы относимся к ним как к друзьям, как к тем людям, интересы которых должны быть защищены вне зависимости от текущей политической конъюнктуры», — заявил он. В июне заместитель советника по вопросам национальной безопасности Кристиан Тернир поехал в Москву, чтобы встретиться там с российскими министрами и чиновниками. Кроме того, необходимо достичь определенного уровня сотрудничества между разведывательными агентствами двух стран, чтобы такие сигналы, как перемещение войск, не были истолкованы неверно. Патрик Уинтур. The Guardian. Великобритания.